На заводе Volkswagen в Братиславе работают более 7,5 тысяч человек. В числе прочего выпускают здесь модель Taurac. Зарослав Смолинский более 20 лет назад начинал лакировщиком. Сегодня он председатель местного профсоюза, членами которого является три четверти коллектива. Забастовок здесь еще никогда не проводили. Профсоюз делает ставку на диалог и поиск консенсуса. Такая стратегия эффективна. Рабочие завода Volkswagen, зарплата которых без вычета налогов составляет почти 1400 евро в месяц, самые высокооплачиваемые в Словакии. Для нас в первую очередь важно обеспечение социальной стабильности рабочих, а не приравнивание их зарплат к западному уровню. У нас своя история, поэтому потребуется больше времени для того, чтобы мы смогли получать те же зарплаты, что и в Западной Европе. Рядом с заводом Volkswagen много других предприятий. Уровень безработицы в районе Братиславы порядка 5%. А тем предприятиям, которые лишь начинают свою деятельность, работников буквально не найти. Они здесь на расхват. Представитель германо-словацкой торгово-промышленной палаты Маркос Хальт консультирует иностранных инвесторов. Исходя из его опыта, в первую очередь инвесторов интересует состояние инфраструктуры, налоги и лишь потом зарплаты и профсоюзы. И здесь-то экономист их и может успокоить. Словацких профсоюзов опасаться не стоит. Для ведения местных зарплат до западноевропейского уровня на самом деле сведет на нет самое главное преимущество Словакии. И рабочие это прекрасно понимают. При этом из чуть более трех миллионов рабочих страны в профсоюзах состоит лишь их пятая часть. Конец рабочего дня на нефтеперерабатывающем заводе Словнафт, одном из самых крупнейших работодателей в Братиславе. Здесь вступить в профсоюз решили менее половины сотрудников. Я считаю, что профсоюзы нужны. И даже был членом одного из них. Но там, где я работаю сейчас, профсоюза нет. Я простой рабочий. Может, профсоюзы и нужны, а может, и нет, не знаю. То, что солидарность все же может привести к достижению результата, продемонстрировали словацкие врачи. После их двухнедельной забастовки прижатым к стенке оказался даже парламент. В конце концов, бастующим удалось добиться повышения зарплаты почти на 400 евро в месяц. И теперь словацкие медики станут зарабатывать почти столько же, сколько и рабочие завода «Фольксваген». Субтитры создавал DimaTorzok